начну по плану сегодня мы завершаем разговор про исчислений высказываний да и завершаем во первых доказательством теоремы о полноте во вторых некоторым рассуждением про компактность да про них и приложения значит вообще в принципе самом конце прошлого раза мы так быстро быстро доказали теорему о полноте вот но дать так кратенько еще вспомним и потом я еще расскажу другое доказательство которое нам будет нужно для другой теоремы о полноте значит для теоремы о полноте исчисления предикатов так так а это нерабочий так теорема о полноте и впечатлении высказываний да значит заключается в следующем значит если фи это автология то фи выводима в исчислении высказываний то есть у нас была основная лемма на этом ключевая лемма да 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 отрицание ну конечно да конечно конечно опять же можно делать другие исчисления в которых будут другие символы и для них нужны какие-то свои аксиомы да например часто даже некоторых книжках добавляют эквиваленцию и тогда соответственно в месяц эквиваленции нужно добавлять аксиомы ну вот там аксиомы довольно простые типа того что из эквиваленции следует что из а следует б также следует что из б следует а и там если а если а влечет б и б влечет а тогда они эквивалентны а а очень очень естественно аксиомы да и может быть такое исчисление с пятью связками да и 14 аксиомами и там конечно автологии тоже будут точно такие же и там тоже можно оказывать ту же саму теорему ключевая лемма у нас была такая значит пусть значит пусть какая-то формула фи но вот я немножко другому напишу значит так с чертой p1 равно а1 и так далее pn равно а n значит вот такая формула фи равняется значению b да да то есть если формулу фи подставить конкретные значения переменных то получится булевозначение b значит тогда из p1 степени а1 и так далее pn степени а n выводится фи в степени b значит где напомню обозначение то есть p в степени а это будет p если а равно единице и отрицание p если а равно нулю да и тут давайте я вот тут вот напишу графическое равенство чтобы подчеркнуть что речь идет именно о синтаксическом равенстве да то есть p в степени а это обозначение под строки вот хорошо это вот была ключевая лемма и дальше доказательство было примерно такое да значит частности давайте еще следствие следствие из ключевой леммы если фи это автология что чего 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 не подожди мы сюда поставить сразу все сюда поставить чтобы чтобы один равно а1 и так далее pn равно а n значит если фи тавтология то тогда при любых при любых а1 и так далее а n значит имеем что p1 в степени из p1 в степени а1 и так далее pn в степени а n выводятся именно фи а потому что да значит если фи тавтология да то фи в степени b это то фи с любой подстановкой значения равно единице соответственно фи в степени b это получается фи ну и вот выводится именно фи ну вот соответственно получается что теперь нужно доказать тогда еще раз верну значит здесь это фи выводится из вот каких-то литералов а нам нужно доказать что она из ниоткуда выводится дальше но тогда получается что вот эту вот выводимость фи должна получаться по совсем уж исчерпывающим разбору случаев да то есть например у нас получается что давайте для трех переменных у нас получается что из pqr выводится фи а также из не pqr выводится фи тогда получается что из просто qr выводится фи значит а также теперь уже к этим двум применяется то же самое правило получаем что просто из r выводится фи вот ну и также полностью аналогично да значит да значит правило исчерпывающий разбор случаев да то есть сначала просто правило разбор случаев то есть тогда то есть то есть одиннадцатый аксиома это аксиома и тогда можно исключить оставить только q и r а тут получается q и r тут не q и r опять же делаем точно так же исчерпывающий разбор случаев тут получается q или не q который тоже можно исключить аналогично сюда получается что из не r выводится фи значит ну и соответственно получается что просто из пустого множества только из аксиома выводится фи вот да что все так получается так ну что вспомнили значит теперь смотрите это конечно хорошее рассуждение да тут никакой ошибки нету но она все таки очень сильно опирается на интерпретацию через таблицы истинности да то есть фактически мы здесь в выводе повторяем рассуждение да по таблице истинности да то есть мы начинаем с того что вот в этой строчке стоит единица и в этой строчке стоит единица да здесь получается что этих четырех строчек стоит единица и здесь получается что во всех строчках стоит единица и недостаток этого доказательства в том что она очень специфическая она вот именно для исчезления высказывания именно для вычисления по таблицам истинности а как его что на что-то другое распространять например на форму с квантерами или на какую-то не классическую логику совершенно не ясно чего-чего-чего да нет он тоже будет верна теорема но там будет другой список аксиом вот значит получается значит недостаток рассуждения значит недостаток рассуждения это опора именно на таблице истинности вот можно провести другое рассуждение которое же будет обобщаться там конечно будет в нем небольшой кусок где будет именно опорно на таблице истинности но вся схема будет распространяться так ну вот значит другое рассуждение выглядит следующим образом так значит определение множество так множество формул значит множество формул гамма совместно если для некоторого для некоторого набора для некоторого набора значений переменных все формулы истины все формулы истины вот то есть можно сказать что в некоторой строке таблицы истинности у всех этих форму стоят единицы так так теперь еще одно определение так еще одно определение что опять же множество формул гамма противоречиво если если для некоторой некоторой b значит верно что из гаммы выводится b и из гаммы выводится отрицание b и непротиворечиво в противном avec If что противоречиво в противном случае противоречиво невыводится Так вот. Так вот. Это я назову не леммой, а обобщенной. Так. Обобщенная теорема о корректности. Если из гаммы выводится А, и все формулы из гамма верны на некотором наборе, то А будет верно на том же наборе. Ну, потому что я утверждаю что-то именно про этот набор, на котором они верны. Да, то есть, конечно, мы говорим про совместность. Да, значит, то тогда А верно на том же самом наборе. Да, верно, на наборе это через таблицу истинности. Ну да, значит, как следствие, любые выводимые формулы можно добавлять к совместному набору, и он будет оставаться совместным. Так, ну а как это доказывать? Ну, более не так же, как и обычная теорема о корректности. Значит, мы предполагаем, что есть некоторый вывод, и идем вдоль этого вывода, и у нас каждая... Да, значит, мы теперь смотрим на истинность на вот этом наборе. У нас каждая формула, либо аксиома, поэтому она истинна везде, в том числе на этом наборе, либо или это элемент гамма, и тогда она истинна на этом наборе по предположению, потому что все формулы из гаммы верны на этом наборе, либо она, получается, по правилам modus ponens, но которая тоже работает, как обычно, то есть из истинных делает истинные. Вот. Ладно, значит, я надеюсь, это понятно. И получается следствие из этой леммы очень важное. Значит, следствие. Любое совместное множество, любое совместное множество непротиворечиво. Ну, потому что иначе, если бы оно было... Значит, если... Значит, доказательство, да, значит, если гамма совместно, значит, из гаммы выводится B, из гаммы выводится не B, то B и отрицание B верны на одном и том же наборе. Верны на одном наборе, ну, а это невозможно. Ну, что, согласны? Да, то есть у нас получается, что... У нас не будет проблем, когда гамма совместно с компонентами с набором, B не было при одном в этих наборах? Нет, проблемы не будет. Проблем не будет, потому что именно... Мы вот здесь вот лему более сильную доказали, чем просто, что можно B добавить. А именно, можно сказать, что A будет верно на всех наборах, на которых верны все формулы из гамма. Да, то есть нам неважно, сколько их. Мы берем какой-нибудь один набор. Да, мы берем произвольный набор, на котором все формулы из гаммы верны. И получаем, что если из гамма выводится B, то на этом конкретном наборе... Если из гамма выводится B, то на этом конкретном наборе B верно. А также на этом конкретном наборе верно отрицание B. Но такого уж не может быть, потому что тут мы уже возвращаемся к таблицам истинности. И чисто по таблицам не может быть так, что формула и ее отрицание одновременно верны. Хорошо, значит, а мы будем доказывать обратную теорему. Обратная теорема, что наоборот. любое непротиворечивое множество совместно. Из этого следует... из этого следует теорема о полноте. Отсюда выводится теорема о полноте. Следующим образом. Значит, как выводится теорема о полноте? Пусть фи тофтология, значит, тогда множество из одного отрицания фи несовместно. То есть, если фи всюду верно, то нефи невыполнимо получается, ну, а множество из одной этой формулы несовместно. Значит, тогда по контрпозиции к теореме, теорема, что любое непротиворечивое множество совместно, контрпозиция любое несовместное противоречиво, значит, тогда по теореме так, давайте напишем по по контрпозиции по контрпозиции к теореме получаем, что опять же, то же самое множество из нефи противоречиво. Так, а тогда, что это получается, значит, то есть из нефи выводится b и из нефи выводится отрицание b. Значит, тогда по правилу рассуждения от противного значит, по давайте напишем по аксиоме 10 получается, что выводится двойное отрицание ифи. Ну, а тогда ифи тоже выводится по закону снятия двойного отрицания. Тогда и просто ифи тоже выводится. Ну вот, значит, получается, что для доказательства теоремы нам достаточно доказать, что любое непротиворечивое множество совместно. вот, и вот такой подход уже работает для разных других исчислений. То есть мы вводим какое-то понятие противоречивости, ну, противоречивости всегда одинаковые, да, там, вывод разный, да, противоречивость всегда одинаковая. Да, значит, противоречивость одинаковая, совместность, но в каком-то смысле, да, что набор в каком-то смысле хороший, да, еще, может быть, имеет модель, там, да, или как-то еще. И доказываем, что это одно и то же, и из этого примерно вот таким образом выводится теорема в полноте. Вот, значит, вот это уже частое устройство рассуждения. Так, ну, хорошо, и будем доказывать. Так, но для доказательства нам нужно еще одно определение. Так, значит, это определение непротиворечивое множество называется полным, если для любой для любой формулы Пси, так, его как-нибудь, давайте его Дельта назовем, непротиворечивое множество Дельта. Так, эй, куда-то тут уехал. Вот, значит, непротиворечивое множество Дельта называется полным, если для любой формулы Пси верно, что из Дельта выводится Пси, или из Дельта выводится отрицание Пси. То есть, у этого Дельта как бы есть мнение по любому вопросу. Да, вот с одной стороны нет внутренних противоречий, да, то есть, не может быть так, что из Дельты можно вывести и Пси, и отрицание Пси. А с другой стороны про любую Пси можно сказать все-таки Пси верно или отрицание Пси верно. Вот, ну и, соответственно, тут есть две Леммы. Значит, Лемма 1, значит, любое непротиворечивое множество Гамма можно расширить можно расширить до полного до полного непротиворечивого Дельта, ну а расширить означает, что это Дельта всегда включает Гамму. Вот, ну а Лемма 2, значит, Лемма 2, да, значит, что любое полное непротиворечивое множество Дельта совместно. Ну ясно, что из двух Лем, значит, из двух Лемма уже следует теорема, потому что сначала вот наши Гаммы непротиворечивые мы расширим до полного Дельта, это большое Дельта получится совместное, но, конечно, поднож, что совместно будет совместное, потому что, если все большое семейство формул совместно, то любое поднож, что тоже будет, да, то есть оно будет верно на том же наборе значений, где все большое множество верно. Вот, так что этих двух Лемм достаточно. Значит, из Леммы 1, Леммы 2 можно вывести теорему, соответственно, их достаточно доказать. Значит, ну и здесь есть ключевая идея, которая нам еще пригодится. Значит, идея такая, что для вывода противоречия достаточно конечного числа формул, и получается, то есть, если бесконечное, если бесконечное множество гамма противоречиво, то его конечное подмножество какое-то тоже противоречиво. Ну, а почему конечного числа достаточно? Ну, просто по определению вывод это конечная последовательность формул, значит, в ней конечное число членов, соответственно, из них конечное число элементов гамма, и все остальные элементы гамма нам не нужны, чтобы вывести противоречия. Мы можем вывести только те, которые используются в выводе, и это уже будет противоречиво конечное подмножество. Ну, да, да, какое-то его конечное подмножество, тут уже не влез квантер, ну, конечно, конечно, пример, пустое подмножество будет непротиворечивым. Вот, ну, хорошо, значит, теперь давайте доказывать. Доказательство Леммы 1. Так, ну, во-первых, будем считать, значит, будем считать, что множество переменных счетно. но, по крайней мере, но все, с чем мы прям работаем, этому удовлетворяет. Теоретически можно рассмотреть и более чем счетное множество переменных, да, например, можно считать, что у нас переменные проиндексированы всеми точками на отрезке. И, на самом деле, для этого случая тоже будет верна теорема, но нужна будет более сложная техника, типа Леммы Цорна, которую мы пока не проходили, а будем проходить в феврале. Ну вот, значит, будем считать, что множество переменных счетно, и, значит, тогда множество формул тоже счетно, да, упражнения, увидим, у вас уже были похожие задачи на контрольных, да, по КТЧ. Были, были, да. сейчас. Так, я напомню, что мы закончим раньше, так что я без перерыва продолжаю. Вот, соответственно, множество формул тоже счетно, потому что формулы это конечная цепочка, да, значит, их будет счетное число, ну и будем считать, что они все пронумерованы. Да, скажем, давайте тут с единицы начнем. φ1, φ2, φ3 и так далее, это все формулы. Так, и дальше построим цепочку непротиворечивых непротиворечивых множеств. гамма 0, это исходная гамма, а дальше гамма и т, значит, это будет следующее, значит, это будет гамма и минус 1 вместе с φe ничьевое множество и гамма и минус 1 вместе с отрицанием φ и иначе. ну а потом дельта будет объединение по всем и от нуля до бесконечности гамма и т. так, значит, ну смотрите, утверждается, что гамма и т. будет непротиворечивым. гамма и т. не противоречиво. почему? да, ну смотрите, значит, если первая опция выполнена, то это по определению. да, мы как раз взяли непротиворечивое. ну а второе, да, значит, потому что если вдруг так оказалось, что гамма и минус 1 вместе с φe противоречиво, и гамма и минус 1 вместе с нефеитом противоречиво, то и все гамма и минус 1 противоречиво. то есть тут получается рассуждение по индукции. да, значит, если то было непротиворечиво, то это тоже будет непротиворечиво. так, наверное, нужно пояснить, почему так будет. но не, а что-то просто как раз перебор случаев, да, если исчерпывающий разбор случаев. так, давайте я вот переключусь, напишу, потом вернусь сюда. значит, смотрите, у нас получается, что из гамма и минус 1 и феитое выводится B, также из гамма и минус 1 и феитое выводится отрицание B, также из гамма и минус 1 и не феитое выводится b и также из гаммы и минус первые не фииты и выводится отрицание b то разные бы это хороший вопрос но мы вообще-то про это про это уже говорили да если тут будет б-штрих и тут б-штрих и туда отрицание б-штрих то дальше из б-штрих и отрицание б-штрих можно вывести то же самое б которое было по 9 аксиомя да вообще такой принцип что противоречие выводится один раз что если мы для какой-то формула получили ее ее отрицание то тогда для всех остальных формул тоже получится эта формула и и отрицание потому что если уж мы получили бы и не бету потом уже вывести все что угодно в том числе для любой другой формулы и и и отрицание так дайте я вот так вот напишу значит группируем вот так вот и отсюда получаем что из гамма и минус первое выводится б да то что тут фииты тут не фииты да исчерпывающий разбор случаев соответственно все получается так и на оборот группируем вот так вот значит вот так и вот так значит получается что гамма и минус первое из гамма и минус 1 вводится отрицание б ну а это и есть противоречие значит это и есть противоречие но вот то есть получается что если это добавить если предопадение того и предопадение другого получается противоречие то она значит изначально уже было вот поэтому если мы не взяли первый случай тогда второй случай точно подойдет так что получается что все гамма и т не противоречивая но и вот этого дельта тоже получается непротиворечивая так как иначе значит иначе какое-то конечное подмножество дельта противоречиво ну а конечно потому что дельта будет лежать каком-то гамма и там да потому что если у конечное то как каждый элемент взялся из какого-то гамма и това то есть конечно множество и индексов из которых они взялись можно выбрать самый большой индекс и в этом самом большом уже все будут лежать дачка и конечно потому что дельта противоречиво но отсюда получается что конечное подмножество гамма и т противоречиво значит для какого-то и ну вот участием 1 доказано если какие-то вопросы так осталось лимма 2 значит осталось лимма 2 так и давайте и что если у нас есть полное непротиворечивое множество то на совместно значит вот смотрите если из дельта так подождите если дельта полное непротиворечивое на что тогда да значит тогда получается что для в частности для каждой переменной значит для каждой переменной переменной по и т верно что из дельты выводится по и т или из дельты выводится отрицание по и т а на самом деле если вспомнить как мы строили это дельта то в частности при рассмотрении всех форм у нас там все переменные тоже будут и мы прям каждую переменную либо добавим саму либо давай с отрицанием то есть получается что на самом деле тут можно сказать что дельта содержит по и т или содержит отрицание по и т в той конструкции который мы использовали но в целом лимма в общем случае верно и для выводимости вот получается что для каждой значит для каждой переменной выводится либо она либо ее отрицание ну и соответственно рассмотрим ну и соответственно рассмотрим рассмотрим набор значений как раз значит по и т равно единице если из дельты выводится по и т да и по и т равно нулю если из дельты выводится отрицание по и т так значит утверждение все формулы из дельта верны на этом наборе и как следствие получается что дельта совместно а это нам и нужно так что тут следовать на дельта совместно вот вот общение верны а тут нам поможет та самая ключевая лимма с которой мы сегодня начинали да потому что смотрите пусть какая-то формула фи же дельта и фи равно нулю на вот этом наборе значит тогда что получается значит тогда с одной стороны из дельта выводится фи значит но так как фи лежит дельта с другой стороны из дельта выводится соответствующие там p1 в степени а1 и так далее пн в степени а н но это вот вот по этому предположению а из этих в 1 степени а1 и так далее пн степени а н выводится отрицание фи и здесь да значит вот это вот да значит это ключевая лимма которая у нас была в самом начале да что вот это получается предположение да ну и все значит дальше получается значит дальше получается что из дельта выводится отрицание фи ну а теперь смотрим значит смотрим вот сюда вот из дельта выводится фи смотрим вот сюда вот из дельта выводится отрицание фи и получаем противоречие то есть что за противоречие да значит получили что дельта противоречиво а она у нас по условию не противоречиво вот значит так быть не может вот ну а все формулы из дельта верны в этом наборе значит дельта совместно и вообще все получается так ну что какие то вопросы ну а значит в итоге все собирается значит в итоге все собирается получается что мы расширили любой непротиворечивым но что до полного и непротиворечивого а дальше у полного непротиворечивого построили выполняющий набор Ну он как бы такой бесконечный получается, но для каждой конкретной формулы конечный. Ну а вот же, потому что мы так определяем, как бы вот это вот А1, А1 это вот отсюда. То есть А1 это единица, если из дельты вводится ПИТ, и 0, если вводится не ПИТ. То есть А1 это ровно те значения, которые мы здесь поставили, и тогда вот ровно то и выводится, что здесь нужно. Вот, тут мы еще используем то, что называется правило сечения, что из одного вывели другое, из другого третье, тогда можно из первого третьего вывести. Ну это вроде тоже понятно. Так, ну ладно, давайте дальше. Еще минут 20 с небольшим у меня есть. Значит, поговорим про теорему о компактности. Теорема о компактности. Теорема следующая. Пусть, значит, пусть любое конечное подмножество гамма совместно. Значит, тогда и все гамма совместно. Значит, почему-то называется компактностью. Но можно же контрпозицию взять. Да, из любого несовместного множества можно выбрать конечное несовместное подмножество. А это уже похоже… Да, у вас было в мотании вот это про компактность в смысле там покрытие, подпокрытие? Не было такое? А вообще слово компактность было? Тоже не было. Но, да, дайте это я кратко расскажу. Значит, определение такое. Значит, множество компактно в матанализе, да, там множество какое-то там на отрезке, да, или на плоскости, как он в пространстве. Компактно, если из любого покрытия этого множества открытыми множествами, можно выбрать конечное подпокрытие. Да, то есть вот, значит, например, да, вот мы отрезок покрываем интервалами. Да, как-то вот так вот. Значит, вот так вот. В общем, вот так вот и так далее. Но еще вот эта вот точка тоже чем-то покрыта. Вот. И тогда утверждается, что можно выбрать конечное подпокрытие, потому что тут, конечно, такая бесконечная цепочка, но можно вот этот один выбрать, и до него будет конечная цепочка. Вот. Там есть такая теорема Вейерстрасса, что отрезок компактен. Вот. И также там есть теорема напрямой, что компактность равносильно замкнутости и ограниченности. Да, то есть можно компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено. Вот. Ну, а здесь все что-то очень похоже. Да, здесь вместо покрытия получается совместность, точнее несовместность. Получается, что из любого несовместного множества можно выбрать конечное и несовместное. Вот. А дальше там бывает в функциональном анализе бывает так, что в каких-то пространствах эта равносильность уже неверна. Да, то есть компактность это уже не то же самое, что замкнутость и ограниченность. Если там есть всякие бесконечно мерные, бесконечное число измерений, да, то это уже не то получается. Так, ну ладно, значит, давайте вернемся к логике. Как это доказывать? Значит, доказательства. Ну, значит, если гамма, может так написать, значит, если гамма несовместна, тогда гамма противоречива, тогда некоторое конечное, значит, конечное подмножество гамма, противоречиво, и тогда получается, что конечное подмножество гамма несовместно. А это противоречит тому, что у нас в условии. То есть, иными словами, наши теоремы говорят, что совместность и непротиворечивость – это одно и то же, значит, а для непротиворечивости мы это уже знаем. Ну, а дальше можно поговорить про то, как эту теорему применять. Может, какие-нибудь вопросы есть? Потому что так она, без применения, какая-то очень абстрактная. Да, не очень понятно, да, ну, вроде формально, да, а что, собственно. Поэтому давайте поговорим про применение. Так, применение есть такое. Значит, поговорим про замощение. Значит, замощение. Замощение бывает разное. Вот, но, например, можно… Да, значит, есть… Есть такой подход, как плитки… Плитки Вана или Ванга. Значит, плитки Вана. Значит, можно… Так, ладно, я, наверное, все-таки в цвете не буду рисовать. Да, значит, можно считать, что у нас вот такие квадратики есть. Так, что-то это не совсем у меня квадратик получился. Значит, вот есть квадратики. И у них на каждой стороне есть какое-то число. Значит, какая-то метка. Да, значит, могут повторяться. Вот, но и так далее. Значит, вот есть какие-то квадратики. И вопрос, можно ли ими замостить всю плоскость так, чтобы на каждой границе метки совпадали. Да, значит, можно ли замостить плоскость так, что на каждой границе метки совпадают. Да, типов квадратики в конечное число. Ну, значит, там есть разные постановки. Да, значит, вот то, что называется плитки ванна, там нельзя поворачивать. Да, нельзя поворачивать, нельзя переворачивать, там нельзя отражать. А, ну переворачивать и отражать – это одно и то же. Вот, так что, в общем, вот только как нарисовано, так и ставить. И, соответственно, нужно вот стыковать. Вот, есть, кстати, можете погуглить. Есть такая настольная игра, называется «Eternity True». Этернити – это вечность, да, это время, которое необходимо, чтобы решить головоломку, которая там предлагается. Значит, там как раз вот такие плитки, они как бы разбиты на четыре треугольника, и там еще какие-то узорчики в треугольниках. Да, то есть она выглядит, наверное, так, да, что вот квадратик тут разбито, ну и там какой-то там узорчик, да, там, а тут какой-то другой узорчик. Вот, и, в общем, нужно стыковать, чтобы одинаковые узорчики стыковались. Да, в общем, это та же самая задача, только их вращать можно. Вот, и там еще рамка есть, и на рамке тоже какие-то узорчики. Вот, и, соответственно, вот попытайтесь этими квадратиками всю рамку замостить. Вот, и что-то я не помню, когда история была, там два года никто не мог замостить, а потом там утекло решение, которое издатели придумывали, там какая-то такая была история. Вот, а вообще оказывается, да, значит, вот эта задача, эта задача алгоритмически неразрешима. Вот, значит, вообще про алгоритмические неразрешимые задачи мы еще поговорим весной. Вот, то есть нет, не то что эффективного, а никакого алгоритма нету, который бы получал список плиток и говорил, можно ли замостить всю плоскость или нельзя. Но, по крайней мере, значит, по крайней мере, что можно сказать и для чего нужна теорема компактности. Значит, есть теорема. Теорема, что если можно замостить, любой квадрат, то можно и всю плоскость. Ну, квадрат любого размера, в смысле. Да, 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 границ как угодно. Значит, границ как угодно, да, внутри все должно совпадать. Так, ну вот, значит, эта теорема можно по-разному доказывать. Ну, одно из доказательств как раз по теореме компактности. Да, значит, а именно, вот пусть у нас есть какая-то сетка. Значит, вот есть сетка. Ну, и мы, например, тут для каждой границы вводим свою переменную. Да, значит, у нас получается, что, ну, например, здесь там P0, 0, P0, 1, там P0, 2, и так далее. Да, там P1, 0, P1, 1, ну, в общем, и так далее. Вот, и еще для вертикальных границ свои переменные, да, то есть тут будет там Q0, 0, Q0, 1, Q0, 2, Q0, 3, да, и так далее. Значит, Q1, 0, да, в общем, так же у всех вертикальных границ, да, значит, у всех вертикальных границ тоже свои переменные. И можно написать, да, на самом деле вот это вот каждое P0, значит, P0, значит, P0, это не одна переменная, а группа переменных, которые кодируют цвет, соответственно, границы. Да, и Q0, это не одна переменная, а группа переменных, которые кодируют цвета на границе. вот и мы рассматриваем условия да то есть формула значит рассматриваем условия вида такого да что у нас так но у нас тут получается да я как сделал что у меня у каждого квадратика да значит индексы у левой верхней у левой и правой извините у левой и верхней одинаково да тут 00 тут 00 тут 0 1 тут 0 1 ценно получается что там q и житая p и житая соответственно q и g плюс 1 и p и плюс 1 житая значит такая четверка но как бы образует одну из разрешенных плиток одну из разрешенных плиток вот и мы такое значит распорим просто для всех и и жира сварим такие условия это какие-то формулы да ну потому что любую любую булевую функцию можно выразить формулой соответственно вот такой вот тоже можно вот и тогда получается что если рассмотреть если рассмотреть конечное число условий то она кажется совместно потому что можно их все накрыть одним большим квадратом и поскольку этот квадрат можно замастить то все эти условия будут соблюдаться значит если рассмотреть конечное число условий то они все могут быть выполнены одновременно но условия такие вот условия вот давайте одно условие обведу да значит вот это вот значит это так что еще рассказать я значит еще раз смотрите вот это вот значит вообще глобально что нужно значит нам нужно всю плоскость разбить на квадратики так что в каждой квадратика была одного из разрешенных видов вот ну можешь сказать что мы просто задали я цвета на всех границах да как можно идти от квадратов до что quan растики стыкуются по границе одного цвета а можно идти от границ что все границы как-то раскрашенная, и то, как они раскрашенные, образуют правильные квадратики. Вот так мы здесь и идём. Мы говорим, что границы раскрашены в такие цвета, и все квадратики правильные. И конкретные условия говорят, что один квадратик правильный. Теперь, пусть у нас есть конечное число условий, то есть конечное число квадратиков. И все эти квадратики можно накрыть одним большим квадратом, который можно замостить по предположению. Значит, мы догадываем, что если любой конечный можно замостить, то и всё можно замостить. Значит, они все могут быть выполнены одновременно. Да, значит, так как можно накрыть квадратом. Ну, конечно, да. Как именно мы её задали, в данном случае неважно. То есть это просто булева функция, потому что тут конечное число аргументов. Их тут 4 умножить на число битов для кодирования одного цвета. Вот, говорит, конечное число аргументов. Мы их как-то выразили формулой через KNF, DNF, там, как хотите. О, значит, они все могут быть выполнены одновременно. Ну, и следовательно, да, значит, следовательно, и все условия могут быть выполнены одновременно. Ну, а это и означает, что плоскость замощается. Вот. Да, означает, что всеми плитками, которые там были, но потому что как раз если все условия по всей плоскости выполнены, значит, каждая эта плитка имеет правильный вид. Ну, и одно из красивых применений вот этого соображения стоит в том, что доказывается существование наборов плиток, которыми можно замостить плоскость, но только не периодически. Да, потому что периодически означает, что мы вот сдвинули как-то вот так вот, да, и как-то вот так вот. И получилось все равно то же самое, что было. Оказывается, что бывают такие наборы, и, собственно, Ван их и придумал первым, значит, которые вообще замостить можно, но только не периодически. Вот. И тут есть несколько очень красивых способов замощения. Значит, есть вот плитки Вана, есть замощение Робинсона, есть плитки Аммана. Амман совершенно очень странный гражданин был, да, он не был профессиональным математиком, но время от времени писал Мартину Гарднеру. Знаете такого? Много книг писал по популярной математике. Вот, соответственно, этот Амман время от времени писал Мартину Гарднеру про какие-то свои плитки, и это очень красиво было. Вот. Про него потом вышла статья биографическая под названием «Мистериус мистер Амман». И еще есть несколько таких сюжетов. Да, значит, если вам интересно, то в принципе в следующий понедельник в 6.30 будет доклад Верещагина на онлайн-семинаре Калмогоровском. Если у вас ничего в это время нет, то можно послушать. Наверное, я сделаю объявление, а ссылку буду сам рассылать для желающих. Вот. Так, ну в общем, надо заканчивать. Можете еще на пару минут есть какой-нибудь вопрос? Ладно, тогда спасибо. В следующий раз будет маленькая тема про метр резолюций на одну лекцию. Вот, а потом будем приходить к формулам с квантерами.